всем приветствую дмитрий михайлов вы на моем канале коммен байман перед вами к 9 неделю назад мы закрывали вопрос по этой печи вопрос дымоходом поэтому печка довольно популярна в республике беларусь если взять там два-три года назад они очень активно продавались сейчас у них продажи упали но как бы не было эти печки есть на нашем рынке и их монтирую я достаточно большой процент поэтому сейчас я буду ее разжигать это будет ее первый запуск печка тяжелый потому на улице такие вещи не протапливаются в силу того что тяжело таскать их да никуда от этого не уйти плюс и собирал уже на месте в помещении сейчас сделаю первый запуск у этой печки двойная стенка довольно продуманная но есть как и у каждой продукции свои минусы об этом тоже я позже расскажу начинаю запускать перед тем как запускаете печь и я буду запускать печь надо смотреть следующее в дымоходе есть воздушная пробка никуда вы не денетесь какой бы дымоход у вас волшебный не был керамика нержавейка не знаю там гофротруба утепленная не утепленная пробка воздушная есть ее надо выдавить для этого что мы делаем просто выдавливаем ее при помощи температуры ну я выдавливаю обычным способом это газета спички зажмем сейчас и вверх вверх здесь вот зуб находится у нее он съемный и за зуб мы пламя направим дымоход шибер я открываю делайте постоянно потому что если вы этого не сделаете то столкнусь следующей проблемой начнете поджигать дровишки и полная полный дом будет дыма это уже очень неприятно и некомфортно поэтому просто зажигаем с первого раза не удалось потому что все красиво показывают уже результат но этот результат еще надо сделать поэтому очень много видео когда люди не показывают именно старт как она стартует поэтому но я стараюсь показать вещи потому что для меня это принципиально важно все и ждем до того момента когда здесь появится такой легкий гул его будет слышно сейчас его еще нету но на камеру вы это не услышите потому что далековато все равно микрофона так близко подносить не буду задача максимально приблизиться к дымоходу при этом дверь сейчас открыта никакого дыма внутрь уже не идет а если этого изначально не сделать то весь дым пойдет внутрь помещения все печка пошла маслась видите да как у тебя спичку подвожу дым весь забирает а вот это говорит о том что дымоход смонтирован правильно и грамотно если у вас дым сразу идет помещение а даже после того как начинается там гул запустили печку значит что то не в порядке либо с печью либо с дымоходом я закрываю дверь да потому что считаю что больше не надо и теперь вы будете видеть как она реагирует при этом я открываю полностью шибер вот эту вот подачу верхнюю для дверцы сейчас такие запотевания будут когда температура подается воздух она начинает отходить и снизу тоже зольник обязательно должен быть открыт то есть вы видите как происходит именно старт это очень важно потому что видео много видео разных но уже после запуска после того как полчаса отмучили печку начинают показывать видео и когда люди покупают сталкиваются такой проблемой что результат получать не тот который видели на картинке то здесь товар лицом да как печи такие мои работы пока она разгорается и через минут 30 40 я сделаю обзор по задвижкам и объясню почему она должна стоять именно вот в таких ну я скажу так бюджетных печах что без нее никуда так сейчас мы произведем вторую закладку еще раз повторю мне от этого трючка очень нравится это украдки на маркетинговый ход чтобы она была холодная все вот на этом этапе можно спокойно закидывать дровишки дровишки здесь но она довольно вместительность полуметровые при желании можно закидывать сейчас еще одну и пусть она схватывается все разгорелось очень хорошо очень ярко поэтому вы сейчас по этой яркости можете увидеть наш у меня камера не справляется нужно реально огонь очень ярко сейчас я первую очередь что сделаю перекрою задвижку в нижнюю зольного ящика через который поступает воздух еще обратите внимание вот здесь вот стекло пламя идет большое очищается а в этом не доходит и закрывает и постепенно начиная закрывать вот закрыл на все изменения есть много или мало но это вам уже решать крайне мере видно что немножко затухло сейчас перекрою верхнюю это подача воздуха уже непосредственно пошло которое на стекло горяченько то есть закрыв две юшечки две заслонки мы видим что а пламя немножко притухло объясню почему она не притухла очень сильно ответ очень прост эта печка дырявая да есть у нас в понимании у монтажа и у продавцов дырявые печки о чем это говорит том что она не герметичная поэтому здесь обязательно надо шибер потому что сейчас я перекрою шибер вы поймете почему теперь понятно почему на этих печах нужен шибер вот это уже кайф это уже красиво и классно без шибера эти печки не работают никакого режима экономичного горения там дожига газов днем не будет все вопрос в шибере решается потому что она простая как бубен шамана эта печка там две стенки подача воздуха и обдув стекла есть правда еще проще эта печка простая она рассчитана для того чтобы приехать прогреть быстро помещение получить удовольствие и уехать чугун очень хорошо дает тепло классно на это можно любоваться бесконечно теперь давайте я сейчас шибер оставлю в таком же положении и открою подачу воздуха сначала сверху на стекло посмотреть просто если разница если она есть то нам мало заметно здесь тоже сейчас мы открыли здесь горение практически все регулируется за счет шиберной заслонки этом она обязательно должна стоять сейчас я постепенно начну открывать просто нам не под 45 градусов установлена воздух начинает активно поступать ну и так же он выходит всего сейчас лишь ничего не сдерживает я сейчас открою на полностью на сто процентов все активно пошла гореть воздух впуливает забирает на себя печки также его отдает поэтому обязательно на эти печки ставьте шибера вы должны понимать что шибер даже очень дорогие печки там классный супер который стоит больших денег ты думаешь что она герметичная но нет она не герметичная и когда их начинаешь монтировать без шибера но заказчики иногда недовольны потому что очень большой расход дров идет поэтому здесь все зависит от бренда какой вы бренд выбираете каково каком ценовом диапазоне ну что ну вот эти печки они должны работать шибером на сто процентов я сейчас его снова перекрою вот это уже класс пламя она просто начинает замирать при этом экономия дров идет экономия дров конечно большая вот на это можно наблюдать бесконечно все с вами был дмитрий михайлов подписывайтесь на мой канал заказ у меня монтаж домоходов и прежде чем что-то купить и что-то сделать подумайте и посчитайте стоит ли это вам вообще заниматься установкой печи и дымохода все до новых встреч пока вот уже потом когда люди это поставили запили как им захотелось получается так что вообще ничего не было пичка дрова газовый баллон ну там какая-то нагревается характеристика если что-то нужно будет нагревать намного ну тут же более выходит дешевле ну они сделали это это ощущение закинул через газовичку там руки ровные и недорогие оттуда они посчитали получатся материал 650 рублей и работа вся полностью ну или еще это котла 1570 и летел еще где-то район 1300 1500 будем тут было то чтобы что что это не это не не а и раскинуть карты просто прокопать дороги 400 когда притянули сразу проявить что ну не 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 а не не а не 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 а не не Продолжение следует...